Отдадим должное мастерству соперника. В общем-то, на данный момент и вратарь неплохо сыграл. И наши нападающие не смогли ничего сделать, только забив один гол. Играя 5 на 3, 5 на 4, имея преимущество, в общем-то, и атаковали, и бросали по воротам. Но вот вратарь соперников здорово сыграл. Большинство, как же так? 5 на 3, это же солидное преимущество два раза. Солидное преимущество, да, и два раза. И тот же заседа Матвея очень опасно угрожал. И практически в 1-0 выходил, бросал. Ну, вратаря мастерство было выше наших нападающих. Спрошу немного наперед, завтра еще одна игра, потом перерыв. Вот он долгожданный этот перерыв, он лучше в команде? Ну, я думаю, что да, немножко нужно нам перестроиться и поработать. Потому что игры, игры идут, и, как правило, тренировочный процесс немножко уходит на второй план. И поэтому, вроде, мы объясняем, мы говорим, а в тренировочном процессе не участвуем. Поэтому, да, этот перерыв, может быть, он пойдет нам на пользу. Еще такой вопрос. Может быть, дать шанс молодому вратарю сыграть, чтобы тогда полевые игроки больше ответственности чувствовали, были более собраны, не подпуская полевых игроков расстреливать молодого неопытного вратаря? Нет, ну, я не скажу, что, допустим, Насунов, он делает свою работу, здесь же не во вратаре, это причина, да. Вот, и поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы наши... Это вот ряд индивидуальных ошибок, я говорю, что такие моменты... Ну, ряд, ну, просто, ну, как вот, если игрока берут, один в один обыгрывают, забивают гол, и идет бросок, они стоят, смотрят, а из-под игрока забивают голы. Ну, конечно, какая-то расслабленность, вроде игрокам-то объясняем, говорим, но... Будем работать над этим. Молодые игроки, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы они быстрее поняли, чем быстрее они поймут, и тем больше шансов у них быстрее заиграть в хоккей. Один, да, был новый молодой игрок в составе? Да, сегодня неделька был, да, мы его хотели попробовать, но сегодня где-то не получился шанс, да. Я думаю, что, может, в ближайших игр где-то попробуем. У меня все впереди. А вот эта вот практика подключения молодых игроков, это как? Латание дыр неизбежное или работа на перспективу? Да нет, но это и работа на перспективу, и, в общем-то, игроки, я скажу, что они не хуже наших игроков, да, которые находятся здесь в молодежной команде, заиграны. И мы даем шансы играть, и тем более у нас травмы пошли, и несколько игроков травмированы. Естественно, это не хватает народу. И мы, как бы, начинаем с ними работать, с этими игроками. Спасибо. Спасибо. Успехов в будущей ночи. Успехов в будущей ночи. Успехов в будущей ночи.